На аппаратном совещании в Пинском горосполкоме рассмотрели ход выполнения программы укрепления материально-технической базы пищеблоков учреждений образования, имущество которых находится в городской собственности на 2018-2020 годы. Где в этом году намерены провести ремонты и сколько на это выделяется средств в нашем сюжете? Ни для кого не секрет, что залогом хорошего здоровья является правильное и полноценное питание, а одной из составляющих полезного питания является качество приготовления пищи. Для этого необходимы не только свежие продукты, но и оборудование, благодаря которому горячий суп, пышный омлет или паровая котлета принесут только пользу подрастающему организму. В учреждениях образования Пинска на постоянном контроле вопрос укрепления материально-технической базы пищеблоков. Разработана специальная программа. Центром геноэпидемиологии совместно с учреждением здравоохранения Пинска от центральной поликлиники проведен анализ заболеваемости детей в учреждениях образования города Пинска. По результатам анализа дана оценка состояния заболеваемости детского населения города Пинска, определены проблемные вопросы части организации питания и выработаны мероприятия, направленные на снижение корня заболеваемости органов желудочно-кишечного тракта у детей. Довольно жесткие требования у санитарных служб и порой их выполнить довольно сложно в силу объективных причин. На территории города Пинска находятся 55 учреждений образования, из которых восьми только учреждений предусмотрен полный набор в соответствии с генетическими требованиями производственных складских помещений. Данная ситуация сложилась в силу того, что основное строительство велось в прошлом столетии, и с учетом действующих норматив на то время этого не требовалось. Тем не менее, прилагаются все усилия для того, чтобы питание детей в учреждениях образования было качественным и безопасным, на что из бюджета ежегодно выделяются немалые средства. Мероприятия выполнены на 100%. Проведены ремонты пищеблоков в 13 учреждениях. В 2019 году на ремонт пищеблоков было затрачено более 402 тысяч рублей, и на замену технологического оборудования в этих отремонтированных пищеблоках еще 26 710 рублей. В 2020 году запланирован ремонт пищеблоков в двух школах и трех детских садах. На эти цели в бюджете предусмотрено 380 тысяч рублей. К тому же постепенно будет заменяться технологическое оборудование согласно специальному плану, рассчитанному до 2022 года. В бюджете на 2020 год в соответствии с этим планом на замену 50 единиц технологического оборудования предусмотрено 155 тысяч рублей. Если говорить про технологическое оборудование, то за прошлый год мы приобрели 37 единиц нового технологического холодильного и дополнительного оборудования на 51 тысячу рублей. За истекший период 2020 года уже произведена замена 5 единиц оборудования на сумму 5 тысяч рублей. К слову, в этом году в учреждение образования поступит и 4 новых пара конвектомата – высокотехнологичное оборудование, позволяющее готовить полезную пищу. Ну а помимо вопросов укрепления материально-технической базы пищеблоков, стоит еще один немаловажный. Необходимо, чтобы родители и дети правильно подходили к вопросам питания вообще и к своему здоровью в частности. Но это тема уже другого сюжета.